На картах пока этой улицы нет, но название уже утвердили. В пригороде Владивостока в районе улиц Шевченко-Яхтовая и Штормовая появилась улица художника имени Алексея Саврасова. Единогласное решение на именование приняли участники комиссии по городской топонимике. Улица стала именной после обращения представителей Дачного некоммерческого товарищества искусства в управление культурой администрации Владивостока. Правда, горожане предлагали другое имя. Они хотели назвать улицу именем Кирилла Ивановича Шибека. Это известный приморский художник, но муниципально-правовой акт регулирует, именем человека может быть названо по истечении 15 лет после его ухода. Но бывают исключения. Например, на полуострове Житково с 2012 года улица носит имя приморского академика Касьянова, трагически ушедшего из жизни в 2005 году. То есть прошло только 7 лет со дня его смерти. Но в этом случае сыграло то, что известный приморский биолог был лауреатом премии Российской академии наук. Регламент работы комиссии по топонимике раз в квартал. Работаем мы обычно в течение трех месяцев, формируем предложения. Сейчас мы готовимся к новой комиссии по топонимике. И там будет достаточно большое количество улиц, которые требуют для наименования. На очереди строящийся планировочный район на Русском острове, кварталы в бухте Патроколы, садовые участки с индивидуальным строительством. Главные критерии по выбору названий – протяженность улицы и расположение других объектов поблизости. Названия не должны содержать идеологическую подоплеку, при этом быть благозвучными и легко запоминающимися. Не так давно выбирали имена улицам в микрорайоне Ямар. В этом вопросе комиссии по топонимике помогла бухта Шамаром. Горожане ее называют «жемчужиной Владивостока», поэтому было принято решение наименовывать улицы на Ямаре в честь драгоценных камней. Так и появились Аметистово, Аквамариново, Апалово и другие. По такому же принципу шла работа в районе Патрокол. Там улицы носят названия городов, расположенных у моря – Архангельское, Североморское, Сочинское. Безымянных улиц во Владивостоке нет, а менять старые названия на новые – нельзя. Таков устав муниципально-правового акта. Однако некоторые горожане с года в год просят об этом топонимическую комиссию. Кто-то даже выражает недовольство в социальных сетях. «Бесспорно, Саврасов прекрасен, он без оговорок – великий мастер. Но почему, например, эту улицу не назвать именем Осипа Мандельштама? Поэт окончил жизненный путь во Владивостоке, а в прошлом году у него был юбилей. Заклинают фантазии на тему, что было бы должно переименовать улицу имени Вострецова в улицу имени Мандельштама», – написал на своей странице в Facebook поэт Андрей Вороной. Согласовывают и утверждают название улиц 14 человек. В топонимической комиссии музейные работники, архивариусы, сотрудники компании «Двайгиз», рост их инвентаризации, филологи и представители трех управлений администрации Владивостока. При этом мнения других горожан тоже учитываются. В этом году столетие революции, в следующем году столетие начала гражданской войны, которая, как известно, закончилась на Дальнем Востоке, если говорить совсем конкретно о Владивостоке, в октябре 1922 года. Но у нас до сих пор существует в городе площадь, которая называется «Борцов за освобождение Дальнего Востока» от белогвардейцев и интервентов. Ну, мне кажется, что пришла пора ее переименовать. Жители Владивостока настаивают. Улицы должны отражать историю региона, а потому и просят связывать названия с именами дальневосточных ученых, литераторов и художников. Но пока в резерве топонимической комиссии на ближайшее время лишь улицы Левитана и Воснецова. Валерия Белоуса, Набережная, Андрей Макаров, Василий Косилов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.